Как вы знаете, на критику обычно реагируют двумя путями. Первое, это обвинить человека, кто высказывает свое мнение, что он дурак, мы его не спрашивали, и пусть себе это в Москве критикуют. Второе, просто как минимум задуматься, есть ли вообще повод как-то это обсудить, может быть пригласить экспертов, посоветоваться и что-то улучшить, может быть критика обоснована. Подходы кардинально разные, ведь один побуждает остаться в зоне комфорта, даже если это уровень болота и ничего не делать, а другой, наоборот, развиваться и идти вперед. И, на мой взгляд, хорошие города должны выбирать только второй путь. Делать карманы крайне вредное занятие, которое направлено не на интересы простых горожан, пассажиров, а лишь на интересы водителей машин. То есть, если город хочет бороться с пробками и делать общественный транспорт лучше, если город действительно меняет приоритеты и пытается быть удобным для большинства жителей, удобным для простых людей, то про карманы нужно забыть. И, что самое крутое, почему я снимаю этот ролик, то что в Алма-Ате прислушались, я не знаю, к моей они критике прислушались или кто-то им еще это сказал, не важно, не важно. Самое главное, что они прислушались к критике и отказываются от карманов. Вот, посмотрите, давайте посмотрим, что пишут. В проекте реконструкции улиц мы решили убрать карманы возле остановок. Вы, наверное, замечали, что когда автобус приезжает на остановку, никогда не заезжает в карман. Останавливается на своей полосе, народ выбегает и садится. Мы долго наблюдали за этим. Саму остановку мы подвинули ближе к дороге, планируем это внедрить по всему городу. Это заявление мэрии Алматы, ну или Акимат у них это называется. Невероятно крутая новость для постсоветского пространства. То есть, если бы кто-то сказал это где-нибудь в Лондоне, либо в Париже, то это не обратили бы даже внимания. Но на постсоветском пространстве, где сильны стереотипы и до сих пор ошибки советского транспортного планирования, городского планирования, они въелись в мозг и мы считаем, что это нормально, такие заявления выглядят чем-то фантастическим. Просто прорыв, прорыв, мы признали ошибку и мы будем теперь делать правильно. Итак, давайте немножко обсудим, а чем плохи карманы. Я это уже говорил в видео, но повторимся, сделаю прям вот этот ролик, чтобы его можно было отправлять в другие города, в другие мэрии, и может быть где-то еще прислушаются и начнут делать удобный город. Карманы у остановок любят делать исходя из соображений общего трафика. Ну, на первый взгляд кажется логичным, что машины не будут ждать, когда автобус высаживает пассажиров, могут свободно ехать дальше, не будет никаких пробок, все логично, да? Но компьютерные модели не учитывают вредные последствия такого решения, особенно в масштабах всего города. Итак, чем плохи карманы? Первое, первое, в карманы тяжело заезжать. И еще сложнее из них выезжать к транспорту. Вернуться обратно на дорогу проблематично, из-за чего каждый пассажир внутри теряет свое время на пустом месте. Аргумент, ну, водители должны по правилам дорожного движения пропускать автобус, не работает на практике. А поставить у каждой остановки по полицейскому, ну, вы просто не сможете. В итоге общественный транспорт должен иметь приоритет, он тратит время, тратит драгоценное время на то, что пытается маневрировать лишние маневры и становится неэффективным. Собственно, дополнительные маневры повышают вероятность аварий с общественным транспортом. А авария, это вы понимаете, это выход из строя машины, это куча пассажиров теряют время, сбивается график. В общем, авария для общественного транспорта, даже небольшая, она влечет гораздо больше негативных последствий, чем обычное ДТП с автомобилем. А вот эти маневры по въезду-выезду с полосы провоцируют дополнительные аварии, и они часто в этих местах происходят. Следующий момент. Водителям тяжело подъехать вплотную к тротуару во время маневра. И зачастую водители автобусов и троллейбусов игнорируют карманы, как правильно пишет Акимат Алматы, они игнорируют карманы, высаживая людей в полосе движения. В общем, у нас теряется безбарьерная среда, люди вынуждены шагать с бордюра, он час на остановках высокий, идти по грязи, по всему остальному, и потом садится в автобус. То есть теряется вообще всякий смысл этих карманов. Следующий момент. Карманы для общественного трансфера просто часто запарковываются, и сам вид кармана, который напоминает как парковочный карман, карман для остановки, они провоцируют водителей нарушать правила. Многим водителям кажется, что они там могут припарковать машину, и что она никому не помешает, она действительно не помешает потоку. Из-за этого многие карманы запаркованы, там ждут таксисты, там люди чего-то ожидают, и автобус тем более не может близко подъехать к остановке. То есть карман для общественного транспорта превращается в парковочный карман, который люди заставляют и провоцируют водителей нарушать правила. Следующий момент. Карманы съедают много места на тротуаре. Если вдруг тротуар узкий и много заездов во дворы, то остановку вообще могут не сделать. Из-за этого остановка метро N может быть в 500 метрах от входа в метро. Просто ближе не нашлось места, чтобы обустроить карманы, из-за этого вы просто это не замечаете. Многие остановки располагают неудобно. Просто там, где она должна быть, невозможно сделать карманы, остановки двигают. Следующий момент. То, что карманы сложно чистить, особенно зимой, что актуально в нашем климате, потому что, когда идет уборочная техника, она обычно идет, рассчитывая на количество полос, и снег часто скидывают просто в эти карманы. И вы все знаете эти фотографии, когда автобус подъезжает, и люди вынуждены по грязи, по этим сугронам, в этой жиже шагать. Ну и сами, если пользовались общественным транспортом зимой, вы это прекрасно знаете. Опять же, и в случае, если в карман кто-то припаркуется, а это очень часто бывает, поскольку они провоцируют там парковаться, уборка вообще становится механизированной невозможной. Поэтому, когда машины идут, они просто даже не заезжают в карман, засыпают его снегом, и пассажиры испытывают массу неудобств. А про летнюю уборку, опять же, нужен дополнительный прогон, потому что, опять же, у вас на двухполосной дороге идут две машины, которые эту дорогу сразу чистят, а тут появляется карман. То есть нужно заехать в карман, и где-то будет, ну, нужно делать дополнительный прогон, и карманы нужно чистить отдельно, что не всегда возможно, и не всегда это делают. В общем, за экономию 5-15 секунд водителей расплачиваются пассажиры. Карманы — это неудобство во время посадки, высадки, и дополнительное время в пути. Особенно всё плохо зимой, в межсезонье, когда водитель не подъезжает вплотную к тротуару, люди идут по проезжей части, поскальзываются и оказываются под автобусом и троллейбусом. Современный общественный транспорт должен быть удобным и безопасным, но автобусные карманы ему не позволяют таким быть. Могут ли быть остановки без кармана? Конечно, могут. Вот, например, Вильнюс, вот Тверь, вот французский Леон, вот Москва. Кстати, иногда нужно делать анти-карманы, чтобы на остановках точно никто не припарковался. Вы только вдумайтесь, да? Делают, посмотрите, иногда анти-карманы, когда выступления, а не углубления. До этого, я думаю, даже Алмата еще в ближайшее время не дойдет, но, надеюсь, рано или поздно это будет. Есть лишь два исключения, когда автобусные карманы необходимы и будут всем во благо. Это на скоростных магистралях и на улицах с маршрутами-экспрессами. В первом случае нужен длинный карман для остановки набора скорости или вообще отдельный съезд с остановкой, как это делается в Финляндии. А во втором для объезда обычных маршрутов на остановках. В остальных случаях общественный транспорт должен прямо и без проблем подъезжать к тротуару. Чиновники Алматы большие молодцы, мы им посылаем наши лайки, лайк из Москвы. Они правильно расставили приоритеты и перестали издеваться над горожанами. Так что берите с них пример. Ну и вполне возможно в этот ролик придут ребята, кто не часто меня смотрят и могут задать вопросы. Вот ты говоришь, что город должен быть для людей, что все должно быть. А что автомобилисты не люди? А что те, кто на машинах нет? То есть мы ущемляем их права? Нет, друзья, мы правильно расставляем приоритеты. Потому что в любом городе абсолютное большинство жителей для регулярных поездок на работу, на учебу используют общественный транспорт. Общественный транспорт пользуется примерно 70-80% горожан в зависимости от города. Общественный транспорт выгоднее для города. Городу не выгодно, чтобы вы ездили на своем личном автомобиле, потому что автомобилизация провоцирует пробки, необходимость расширять дороги, портит качество городской среды. Поэтому ни один город не поддерживает автомобилизацию, современный крупный город, а наоборот пытается автомобилизацию как-то ограничить. Для этого есть много мер для ограничения автомобилизации. Например, платный въезд в центр, повышенные налоги, платная парковка, ограничение парковочных мест, дополнительные налоги на автомобили. В общем, у каждого города есть какие-то свои меры по ограничению автомобилизации. И одна из важнейших мер этой истории это развитие общественного транспорта. Общественный транспорт должен быть привлекательным для пассажиров, чтобы любой водитель мог отказаться от личного автомобиля и с комфортным пользоваться общественным транспортом. Поэтому общественный транспорт приоритет, он более эффективен для перевозки пассажиров и у него должен быть приоритет. Поэтому совершенно нормально, что когда для автобуса, который перевозит 100 человек, отдается ему приоритет, делается выделенная полоса по сравнению с автомобилем. Когда ради того, что автобус высаживает и подберет на остановках пассажиров, машины стоят или машины его как-то объезжают. Потому что общественного транспорта в удобном городе должен приоритет. Вопрос, хотим ли мы, чтобы у нас был удобный и справедливый город, чтобы все жители этого города чувствовали себя полноценно, могли нормально и удобно по этому городу перемещаться, чтобы он был доступным, безопасным или не хотим. Мне кажется, ответ очевиден, хотим, поэтому Алмата молодец, берем себе пример. Еще раз лайки из Москвы, ставьте лайк видео, распространяйте, отправьте в свою мэрию, покажите своим чиновникам. Если в вашем городе до сих пор делают карманы на остановках, покажите это видео, может быть глупостей станет меньше. Первый год Двое единство Полинственное состояние Самилия